Тройка железных коней рассекает по главной улице Новополоска. Эта спецавтобаза торопится убрать впоследствии снегопада, который обрушился на город в последний день осени. Задействованы 8 пескоразбрасывателей снегоуборочных машин, а еще работает вспомогательная техника. Как отмечают на предприятии, расчистка города началась намного раньше. Дежурная служба спецавтобазы уже больше недели работает в круглосуточном режиме. Как только погодные условия изменились, бригада тут же вышла на линию. В районе трех часов, когда произошло снижение температуры, наши дежурные силы в главе со сменным мастером выбыли в город, где производили посыпку противогололедными элементами нашей улицы. И, в принципе, до утра весь город был охвачен у нас посыпкой и обеспечен, так сказать, беспрепятственный проезд жителей к местам работы. Второй день зимы выдался не менее снежным. По словам руководства спецавтобазы, к таким капризам погоды весь коллектив был готов заранее. К осенне-зимнему периоду предприятие закупило около 3000 тонн песка, по 400 тонн галита марки А и Б, из которых приготовлено порядка 1600 тонн песко-соляной смеси. Приведена в порядок техника. К тому же, в этом году за счет лизинга спецавтобаза приобрела трактор с отвалом и щеткой и снегоразбрасывающую установку на базе МАЗа. Подготовка к зиме – это же готовятся не только наши дорожники, но и служба «Горсвет», что приведены и испытаны более 2000 кабельных линий метров. Это заменено более 170 светильников на новые светодиодные. Пока спецавтобаза наводит порядок на улицах Новополоска, во дворах трудятся работники ЖРЭО. 30 ноября порядка 160 дворников уже в 6 утра вышли на расчистку тротуаров и подсыпку их противогололедными реагентами. Об инвентаре и песчано-соляной смеси руководство предприятия позаботилось заранее. Отправятся на борьбу с последствиями стихии готовые техника – погрузчики, трактора с лопатами, а также грузовые автомобили для вывоза снега. Конечно, стоит отметить, что в период обильного снегопада одновременно везде мы убрать не в состоянии. Поэтому также хочется призвать и новополучан к помощи. То есть вокруг своего автомобиля убрать снег. Ну и в целом с пониманием относиться к тому, что пришла зима, несколько изменились погодные условия. Помнить об этом при парковке своих автомобилей, что дворы убираются не только вручную, но также и техникам. Насколько оперативно и эффективно коммунальные службы сработали в первые серьезные испытания зимой, сегодня обсудили новополучские депутаты. Нарекания есть. На нерасторопность в очистке и посыпке улиц 30 ноября. Этот момент коммунальщикам нужно учесть в последующем. В целом Новополучск убирается от снега. Коммунальные службы все активно работают. Я сегодня с утра объезжал город до обеда. И посмотрел, объехал практически весь город, включая частный сектор. Достаточно много выделено техники, техника работает. Если говорить о промзоне, то практически там дороги все вычищены. Центральные улицы города тоже. Уже в обед второй раз шла техника. Конечно, еще проблемы есть с дворами, с проездами и такими второстепенными дорогами. Особое внимание коммунальным службам нужно обратить на автобусные остановки и пешеходные переходы. А что касается микрорайонов города, не забывать про Боровуху и Междуречья. Там тоже должен быть порядок. В случае сильных снегопадов в Новополучске будет создан городской штаб, куда войдут и предприятия. И это не единственное решение депутатов. Хочу на что обратить внимание, что в такой вот некоторый момент иждивенчества у наших людей тоже не было. Мы проезжаем частный сектор, где живут не престарелые люди, а достаточно нормальные люди, которые могут поработать. И даже расчистить около своей калитки они ждут работников спецавтобазы. Поэтому я думаю, что возле своих домов можно расчистить. А вот кому нужна помощь, людям пожилым, престарелым, мы сегодня принимаем решение, будет сводный отряд БРСМ, который оказывает вот такую помощь людям. Пока остается открытым вопрос укомплектованностью кадрами. Предстоит коммунальщикам и актуализировать алгоритм действий с учетом того, как сработали в первые дни зимы. Судя по прогнозу погоды, расслабиться коммунальным и дорожным службам в ближайшее время не получится. Но всегда приоритетом в их работе должна быть безопасность людей. Проблема будет только тогда, когда мы безответственно отнесемся к организации своей работы. Ну и я думаю, что практику прошлого года, когда мы должны еженедельно контролировать головолюдные наши травмы, мы тоже не возвращаемся. Андрей Владимирович, вместе с нашими медиками, я вас прошу взять вопрос на контроль. По каждому случаю получения травмы. Это связано с недоработкой тех или иных предприятий, учреждений. Конечно, надо разбираться и спускать нельзя. Надо добиваться, чтобы люди были привлечены к ответственности.